Встреча с этого года фракцией КПРФ в Мосгордуме был внесен законопроект по копии знамени Победы. Внесение данного законопроекта было условлено 22 днем начала войны. Мы хотели, чтобы данный законопроект был принят Московской городской думой и копия знамени Победы использовалась при проведении памятных дат и при подготовке к предстоящему празднованию Дня Великой Победы. Но сразу должен сказать, что на тот момент времени мы не смогли получить от мэра в сроки, установленные законом 22 июня уже вывешивать копию знамени Победы. Но несмотря на, я считаю, что противодействие со стороны органов исполнительной власти, на тот момент мы провели нашу работу посредством взаимоотношений и поиска поддержки среди ветеранских организаций. Было проведено 4 заседания фракции КПРФ с представителями ветеранских организаций в помещении Московской городской думы. Таким образом, выходя на внесение повторно данного законопроекта, мы получили поддержку практически всех присутствующих в Москве и зарегистрированных в Москве ветеранских организаций, которые требовали принятия законопроекта. Я вообще удивлен, просто удивлен, лично удивлен тем поведением, которое сегодня проявляют и работники депутата Государственной думы, и правительство Москвы в том числе. Но всем прекрасно сегодня, ясно и понятно, что закон, вот этот, принятие этого закона ведет к величию нашей истории. Этот принятие этого закона ведет к величию тех героев, которые победил в той страшной войне Великую Отечественную. И с этим знаменем в руках шли наши родители. Ведь сегодня нет в России ни одной семьи, где бы война не опалила и не оставила горький осадок с потерей близких и родных. Ни одной семьи. Ведь и у всех в Единорсу в том числе погибли родные и близкие. Вот в память о родных и близких, не говоря уже о том, что должна быть исторической справедливость, и сегодня пытается переписать нашу историю таким образом, что якобы мы в войне-то не участвуем. Вроде бы там кто-то победил, но только не Советский Союз, не Красная Армия, не работники тыла. Значит, и вклад Советского Союза в победе над этой гидрой фашистской коричневой чумы, значит, ничтожны, якобы. Это абсолютно не так. Идет гражданская война. Идет не просто с разрешения, с повеления, а идет с насаждения посредством всех ведущих средств массовой информации, телеканалов, чуждой нам идеологии. Я недавно был в Корее. Нет корейцев в Южной Корее, который бы знал об участии советского периода, советской армии во Второй мировой войне и о ее победоносном движении. В Вашингтоне в 96-м году на международной конференции по Холокосту, когда председательствующий предложил пройти в музей Холокоста, там было всего две делегации, российская и белорусская. Никто не поднимался, потому что все знают, кто победил во Второй мировой войне. Победила Соединенные Штаты, Англия и Франция в какой-то степени. В советской победе там был уделен маленький стендик. Остальное все сделала Америка. И малой кровью. Всего 500 тысяч утрат. Да и то на японском направлении. 27 миллионов погибших, это ничто для сознания высокомерных элит Запада, под чью дудку сейчас пляшет премьер-министр, который осмеливается в интервью ведущим каналам говорить о том, что советские руководители после войны ничего не сделали, они не работают так, как мы с Дмитрием Анатольевичем. Это надо найти такую бессовестность, чтобы сказать это о Сталине, о его правительстве, о Хрущеве даже с его ошибками, о Брежневе, когда за 8 лет была восстановлена лежавшая в руинах страна. Были отменены карточки. Каждый год понижались цены на продовольствие. Строились тысячи производств, заводов. Это идеология и национальная идея нынешней власти.